Перед открытием образовательного форума ярославский губернатор решил заглянуть в павильоны УКЗЦ, где завершают свои работы участники полуфинала российского чемпионата WorldSkills. Проверить, как дела у ярославцев. Результаты главу региона порадовали. Например, в химической лаборатории у наших конкурент только один из Тамбова. Компетенция эта новая. Хорошие результаты и по другим направлениям. Некоторые конкурсанты первый раз увидели здесь раствор. Вот смешно, не смешно, люди работают учебно-производственные. У вас в Ярославской области в данной компетенции прекрасная подготовка. Работу участников с интересом рассматривают и гости из-за границы. Они приехали на международный форум «Евразийский образовательный диалог». Кроме них здесь представители полусотни регионов страны, руководство российских межзерц. Власти рассказывают о планах по развитию профессионального образования. Примерно один миллиард на конкурсной основе будет ежегодно распределяться между регионами. Здесь, конечно, мы Ярославскую область поддержим, потому что здесь большие программы, связанные с импортозамещением, вообще развитием экономики, промышленности, ну и все субъекты, которые окажутся в результате победителями. Власти региона обещают стимулировать специалистов, в том числе и будущих, достойными условиями работы и высокими зарплатами. Ведь, как известно, инвестор клюет не только на инфраструктуру. Производители хотят быть уверены, что территория обеспечена кадрами. Мы за последнее время, вложив порядка 250 миллиардов инвестиций в промышленный комплекс, создали новые рабочие места, так называемые высокотехнологические рабочие места, которые на некоторых заводах даже удивляют ребят, что такое существует, и тем самым возбуждают их интерес к рабочим профессиям. Власти тесно сотрудничают с производителями. Своебразные учебные классы по некоторым направлениям организованы прямо в цехах региональных предприятий. Например, на фармацевтических заводах. Эта отрасль последние годы развивается у нас буквально в геометрической прогрессии. Поэтому такие специалисты – одни из самых востребованных. У нас есть шикарные базы Ярославский химтехнологический лицей. Сейчас мы стараемся сделать интересную базу, интересный программ в Ярославском промышленно-экономическом колледже. У нас уже с сентября прошлого года стартовал проект дуального образования, и 20 учащихся уже готовятся по этой программе. Завершится форум в субботу, и, как нам сообщили тогда же, в 9 часов утра, подведут итоги полуфинала чемпионата WorldSkills. Будем надеяться, что лучшие места достанутся именно Ярославцам. Нина Колцына, Денис Лосев. День в событиях.